Всем большой привет! Сегодня будем делать не только вкусную, но и очень красивую заготовку на зиму из помидоров и кабачков. Овощи в банках выглядят просто фантастически! Кто впервые видит и пробует такую консервацию, непременно просят рецепт. Полный список и точное количество используемых ингредиентов будет указано в конце видео. Приятного просмотра! Берем спелые крепкие помидоры и накалываем их несколько раз зубочисткой со стороны плодоножки, чтобы потом не трескалась кожица. У кабачков обрезаем хвостики, а затем нарезаем их кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Теперь подбираем какой-то кухонный девайс диаметром, отвечающим размеру томатов. Например, обычную рюмку. И делаем ее отверстие в кружочках кабачков. Также это можно делать ножом, очертив подходящую окружность. Или же воспользоваться крышкой от бутылки. Главная наша задача, чтобы под каждый помидор была нужная дырочка. Маленькие круги кабачков оставляем целыми. Дальше в каждый подготовленный кабачок вставляем помидор. Затем берем чисто вымытые банки. У меня полтора литровые, я их не стерилизую. Бросаем в каждую пять горошин черного перца, три горошины душистого перца, один лавровый лист, два разрезанных зубчика чеснока, три листика вишни, три листа смородины и две веточки укропа с зонтиком. А затем наполняем банки помидорами и кабачками. На дно кладем овощи, которые не подошли друг другу по размеру. По бокам выставляем помидоры в кабачках. В середину тоже можно положить овощи по отдельности, если такие остались. Теперь заливаем в банки крутой кипяток. Прикрываем их капроновыми крышками, чтобы томаты не всплывали и оставляем на 15 минут. Дальше сливаем первую воду в кастрюлю, замеряем ее объем и ставим на плиту. А овощи еще раз заливаем кипятком и даем постоять 10 минут. В это время готовим маринад. В кастрюлю с первой водой добавляем соль и сахар. На каждый 1 литр воды нужно взять 35 граммов соли и 40 граммов сахара. Доводим все до кипения и варим 2-3 минуты. Теперь сливаем вторую воду из овощей просто в раковину, она нам не понадобится. А в каждую банку добавляем по 25 миллилитров 9% уксуса. Это примерно 1,5 столовых ложки. И заливаем горячим маринадом. Затем банки закручиваем, переворачиваем. И если нигде не подтекают, накрываем чем-то теплым. Оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все! Вкусная и красивая консервация из овощей на зиму готова. Хранить ее можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.